Так, угу. Ага, отлично. Ну, замечательно, я так понимаю, что все в порядке, можно начинать. Да, подтверждая слова Павла, значит, вы сможете скачать презентацию сегодняшнюю в конце вебинара, сделаю доступ. Ну, а сейчас пока работаем так. Итак, наша тема сегодняшняя, что нас сегодня ждет, мы разберемся не просто с компетенциями и компетентностями, но и поговорим о конкретной модели, модели 4К, о ее преимуществах и недостатках, о том, что это вообще такое, и о том, как эта модель компетенции может использоваться в образовании. И, в общем-то, то, что я сегодня буду говорить, я применяла, ну, вот практически все это из моей практики, и надо здесь оговориться, что практика – это как в очном обучении, так и в дистанционном, и в смешанном. То есть это достаточно универсальные вещи, которые от формата обучения не зависят. Они зависят от, не знаю, желания подготовки, владения какими-то методическими и техническими средствами, но не от формы обучения, и все это, в общем-то, достаточно универсально. Что мы сегодня с вами рассмотрим? Значит, во-первых, мы разведем два понятия – компетенция и компетентность. Я сразу хочу сказать, что мы не будем спорить о терминах, то есть вот я приведу эту терминологию вот в таком-каком-то виде. Я точно знаю, что есть, например, учебные заведения, в которых есть внутренние нормативные документы, которые могут трактовать эти два определения с точностью наоборот. Коллеги, о терминах спорить – это зряшный труд. То есть мы просто в рамках вебинара должны задать какой-то базис, на котором мы в рамках этого вебинара общаемся, чтобы вы понимали, что, называя то или иное слово, я подразумеваю под этим словом. Если у вас под этими словами подразумевается что-то другое, и слава богу, все это нюансы перевода. Вот, и делаем, да, делаем это все. Как? Главное – делать, да, а не как это называется. Значит, разберемся, покажу вам один из способов описания компетенции, объясню, почему этот способ, ну вот, то есть практика, мне кажется, наиболее практичным. Вот, и поговорим сегодня про развитие компетенции 4К в проектном и не только в проектном обучении. И в конце, да, как сказал Павел, будет краткий такой небольшой анонс курса, который мы с ним будем делать вот уже очень скоро. Итак, для начала определение. Что такое компетенция? Это поведение, которое мы можем наблюдать. То есть мы четко можем говорить, да, человек делает это, да, нет, человек этого не делает. Причем мы можем с достаточно какой-то большой уверенностью, да, или большой релевантностью утверждать, что подобное поведение ему, как правило, присуще. То есть бывает, конечно, так, что человеку там присуще быть внимательным, скрупулезным, инициативным и так далее. Но, конечно же, бывают ситуации, когда он себя так не ведет, да. Но, как правило, да, мы можем утверждать, что это поведение свойственное человеку, либо, наоборот, что это поведение человеку не свойственное. И модель компетенции – это, как правило, некий набор из нескольких компетенций. Обычно это 6-7, 6-8 компетенций. Ну вот в модели 4К цифра уже есть, там 4 компетенции. Еще две модели сегодня приведу, в которых в одной 8, в другой 10. То есть суть не в количестве, суть в том, что это некий набор, который определяет набор ключевых компетенций для какой-то конкретной деятельности. Например, мы захотели бы с вами, вот сейчас уже много разговоров в сети, вижу на эту тему, сделать набор, модель компетенций, необходимых для работы над проектами. Вот проектная есть деятельность, есть регулярная деятельность, они разные. И вот какими компетенциями нужно обладать, чтобы быть эффективным в проектной деятельности. И есть модели не для деятельности, а для конкретной позиции. Если хотим понять, что такое квалифицированный учитель, описать его компетенции, то вот тоже такая модель может быть. Ну, не только учитель, там, не знаю, программист, строитель-монтажник, кто угодно. Значит, и часто на практике выделяют два вида компетенций в модели, то есть вот если их там 7-8, то примерно поровну, да, где-то 3-4 одних, 3-4 других. Значит, есть понятие пороговых компетенций, это компетенции, без которых на данной позиции, либо в рамках данной деятельности ты работать просто не сможешь. То есть они просто нужны, и все. И есть дифференцирующие, которые как раз позволяют определить вот этот потенциал и понять, кто из тех, кто сейчас на данной позиции или в рамках данной деятельности работает более эффективно и имеет какой-то потенциал для дальнейшего развития, для выхода на более высокий уровень. То есть это компетенция, которая позволяет отделить, ну, скажем так, лучших от худших, от средних, да, вот уровни такие компетенции. Разведу два понятия, которые часто путают, и вообще в моделях компетенции наблюдается в этом плане небольшой хаос, ну, даже иногда и большой хаос. Значит, есть понятие компетентности и компетенции, и эти понятия разные. Компетентность говорит нам, что человек должен делать в рамках этой деятельности либо в рамках этой позиции. Если мы говорим про учителя, например, да, или там преподавателя, что компетентен делать преподаватель? Проводить занятия, проверять домашние задания, разрабатывать учебные материалы, он компетентен. То есть это, условно говоря, это набор неких функциональных задач, и мы можем, ну, каким-то образом мерить там производительность этих работ, да, и так далее. То есть, как я говорю, это ваша должностная инструкция, условно говоря, да. И есть компетенции, которые говорят о том, как человек это делает, да. Как человек проводит занятия. Кто-то проводит занятия, например, все время на них опаздывает, или там не укладывается в тайминг по занятию, выпадает из времени, не отвечает на вопросы или дает такую несистемную обратную связь и так далее. Да, но при этом, например, прекрасно объясняет. То есть он может там задержаться, он может плохо там реагировать на вопросы, но объясняет прекрасно. То есть вот оно поведение, да. То есть он что-то делает и при этом как-то себя ведет. На эту тему есть очень хороший пример такого кейса из практики. Я вот задаю на конференциях часто такой вопрос. Представьте себе, вот вы, у вас было запланировано несколько задач, которые вы должны сделать сегодня. Там, не знаю, там самые разные. Каждый сейчас представляет свое. И так оказалось, что вы запланировали, что вам на нее надо часа три, а справились за час. Вот давайте попробуем в чате, предложите версию, что вы будете делать в этой ситуации. То есть думали, что надо будет три часа, а потратили час. Как поступите? Я думаю, таких ситуаций хватает, кем бы вы ни работали. Так, вот хороший вариант. Возьму другую задачу и приступлю к ней. Пойду курить табак. Обрадуюсь. Возьмусь за другую. Перепроверю. Прекрасно. Пересмотрю планирование. Значит, смотрите, коллеги, вот то, что вы сейчас писали, это все поведенческие индикаторы самых разных компетенций. Вот те, кто написал, что сразу приступлю к следующей, это индикатор компетенции, который называется пустое действие. То есть когда вы не останавливались, сразу переходите к следующим задачам. Те, кто написал, перепроверю сделанное, это индикатор компетенции, внимание к деталям. Есть такая компетенция, когда перепроверяется работа, чтобы не пропустить ошибок, убедиться, что все правильно, да, и так далее. Вот тестировщикам программного обеспечения, она очень присуща, они все перепроверяют по несколько раз. Те, кто написал, что пойду пересмотрю планирование, вот это как раз компетенция у людей, которые, вот более опытные, да, такие люди, которые, ну, редко уже ошибаются с оценкой трудозатрат на те или иные задачи, то когда у них все-таки такое происходит, они идут и пересматривают, да. А почему они там ошиблись в расчетах, да, почему они запланировали там больше времени, чем надо было, да, и чтобы в будущем таких ошибок не допускать. То есть вот это как раз проявляется компетенция, которая называется планирование, да, планирование и организованность. И так далее. То есть, понимаете, да, вот у нас у всех с вами случилась одна и та же ситуация, но вы все очень по-разному в ней поступаете, потому что есть какая-то компетенция, которая у вас более сильно развита, да, и в рамках данной деятельности вы понимаете, что, ну, нужно вести себя таким образом, потому что иначе неэффективно. Надеюсь, вот эту разницу я вам развела, да. То есть есть некий набор задач, они могут быть у всех похожи, но при этом мы все себя ведем, выполняем эти задачи по-разному. То есть компетенция, она как раз про поведение, как мы себя поведем. Компетенция про то, что мы делаем. Значит, один из способов описать компетенцию, это описать ее через поведенческие индикаторы, про которые я уже говорила. И у меня сейчас на слайде пример такого описания. Здесь описана компетенция, работа с информацией. Значит, как видите, есть позитивные индикаторы, и есть негативные индикаторы. Вы можете часто встречать на практике, или если вы пойдете погуглите, то очень много примеров найдете компетенции, когда описывается только позитивное проявление, да, что мы говорим, что человек и разу это компетенция, если он делает, и дальше список вот этих позитивных проявлений. У нас был в свое время такой опыт, когда мы тоже не очень обращали внимание на негативные индикаторы, а отслеживали только позитивные проявления. Но вообще на самом деле так делать нехорошо, и я сейчас поясню почему. Дело в том, что когда мы говорим про уровень развития компетенции, то есть чтобы оценить компетенцию через те же поведенческие индикаторы, это обычно делается следующим образом. Если, условно говоря, каких-то там два индикатора проявляются устойчиво, вот на практике с той же работой с информацией мы сталкивались очень часто, вот я в основном со взрослыми работала, да, но и с детьми тоже, но у взрослых это вот стопудово проявляется постоянно в каждой группе. Люди умеют находить информацию, уже, слава богу, больше вы научились. То есть вот эти первые два индикатора, что люди могут понять, где искать, и могут понять, что надо поискать в разных местах, да, и поискать разные информации, это уже худо-ведомо все поняли и все так делают, ну, с большего, да, за редкими какими-то исключениями. И вот эти индикаторы могут проявляться достаточно хорошо. А вот все, что касается тем, чтобы проверить информацию, убедиться, что ты собрал то, что нужно, убедиться, что ты собрал столько, сколько нужно, убедиться, что ты не потеряешь это все, что ты куда-то это правильно сложил, ты быстро сможешь это найти, когда это понадобится и так далее. Вот с этим проблем очень много. И в этом случае получается так, что если мы отслеживаем только позитивные проявления, то мы можем говорить о том, что компетенция вроде бы как бы и развита, да. Да, но на деле оказывается так, что, как правило, сильное проявление есть там по двум индикаторам, а по череду другим их нет. Либо они неустойчивые, либо вообще не проявляются, да. Либо проявляются негативными, да, проявлениями, негативными чаще всего, да. То есть мы теряем информацию, что-то по ссылочке пошли-пошли-пошли, как туда шли, откуда пришли, уже потеряли это место, да. Такое очень часто бывает даже у очень крутых профессионалов с руководящими, там, опытом, с проектами, с миллионными бюджетами, да, и так далее. Даже у них такое случается. Вот. Поэтому, когда мы видим такую компетенцию, то как раз эта компетенция считается неразвитой, да. То есть двух-трех, там, проявлений позитивных недостаточно для того, чтобы утверждать, что здесь все хорошо. И когда мы отбрасываем вот эту негативную оценку, да, когда мы не отслеживаем негативные проявления, то мы некорректно оцениваем консистенцию. Поэтому советую этого не делать, да. Но есть и другие варианты, когда берут вот эти позитивные проявления, но разносят их на уровне, да. То есть что определяет, там, там, ну, как правило, определяет или определяет реже, чем надо, или определяет чаще, чем надо. И вот такими додациями в табличке, то есть, напротив каждого индикатора есть еще там варианты от нуля до трех, от нуля до пяти, да, как этот индикатор, значит, оценить. Такие подходы тоже есть. Самое главное, что нужно не только следить за тем, что все хорошо, да. И компетенции, которые развиты хорошо, мы их называем сильными сторонами человека, да. То есть мы говорим, что это сильная сторона. Компетенции, которые слабо развиты, либо не проявляются, либо проявляются, как правило, негативно, да, чаще негативно, называются зоной развития. То есть это как раз те компетенции, с которыми стоило бы работать. И есть компетенции, которые, ну, развиты, ну, на среднем уровне, то есть когда-то позитивно, когда-то негативно, то есть и так, и так, примерно поровну. На самом деле считается, что достаточный уровень развития, и с этим можно работать. Когда мы говорим о том, что мы займемся сейчас развитием компетенций, и вот составляется, например, план, да, вот в корпоративном обучении часто делают, да, что составляется на год, план развития, индивидуальный план развития сотрудника, и туда обязательно включается мероприятие по развитию компетенций. То, да, значит, Мадина, я сделаю ее доступной, скачивать можно будет в конце вебинара. Так вот, когда мы включаем вот эти индивидуальные планы, это не значит, что вот у нас есть там модель избористных компетенций, мы сейчас все 8 в этот индивидуальный план включаем. Нет, хорошей практикой считается, когда мы определили у человека его сильную компетенцию, когда мы определили у человека его зону развития. И мы в план включаем одну-две, то есть вот одну сильную, которую мы шлифуем, на основании которой мы выстраиваем работу с ними, мы знаем, что он очень креативный, да, или мы знаем, что у него очень хорошее планирование, и мы эту сильную компетенцию используем ему во благо, доводим ее там до более такого хорошего, высокого уровня, да, наращиваем, потому что это его потенциал, это его, ну, скажем так, мяско, на котором он наброс, да, к тому, чтобы, на котором он может развиваться дальше. И одну вот зону развития, что вот у тебя есть такая слабая сторона, давай мы сейчас ей займемся. И, как правило, вот этот план составляется на год, да. Ну, если мы говорим про обучение, то, ну, у кого какие возможности, понятно, что если вы работаете, там, не знаю, в начальной школе, да, и вы вот 4 года, там, с детьми одними и теми же, то у вас больше возможности маневра, чем, например, у меня, когда ко мне приходит взрослый человек, там, на 3 месяца, да, и мне нужно его подготовить на трудоустройство, чтобы он обязательно потом нашел работу, то есть чтобы он сформировать у него правильное организационное поведение, которое позволит ему прийти на работу и не завалить испытательный срок, остаться, да, в этой отрасли и так далее, то, конечно, у меня маневра меньше и методы пожестче, потому что некогда сюси-пуси разводить, да, но в каких-то случаях, вот у кого есть возможность, например, с какой-то группой работать целый год, то там маневрировать можно получше, да, и вот тогда все равно не все качаем, да, только одну-две. Так, теперь, какие есть вообще модели, рамки, их на самом деле очень много, даже перечислять все я не хочу, но пару примеров, с которыми я лично работала, то есть я с ними столкнулась, и, соответственно, мне пришлось в них как-то разбираться. Я на этих примерах хочу показать нюансы, да, которые есть, и чтобы вы понимали, что, ну, как правильно с этими нюансами работать. Значит, есть, например, вот такая европейская рамка, с которой я столкнулась в 2016 году, где-то 3 с небольшим года назад, в конце концов 2016 года, значит, европейская рамка ключевых компетенций. Здесь вы можете видеть 8 компетенций, и обращаю ваше внимание на то, что вот мне на самом деле эта рамка совсем не нравится, я здесь каша, потому что, во-первых, смотрите, ну, общение на родном языке и на иностранных, я понимаю, почему развели. Значит, очень важно для модели, чтобы компетенции они имели, ну, пересечения в каких-то точках. Ну, допустим, уже третьей и четвертой компетенции, на самом деле, я бы их не разводила, потому что если уже речь идет о том, что мы говорим про область науки и техники, то информационные цифровые технологии – это часть вот этой науки и техники. То тогда лучше бы уже это все в одной компетенции описывать. Тем более, что на самом деле, что в Европе происходит, у них по некоторым из этих 8 компетенций уже составлены рамки, то есть каждая из этих компетенций уже поделена на какие-то там составляющие, на какие-то элементы, и по каждому элементу на пяти уровнях прописано уровни развития, да, и, соответственно, в совокупности оценивается. И я вот на одном из проектов как раз делала, у них есть вот такая седьмая, да, компетенция инициатива и предприимчивость, то есть есть европейская рамка компетенции предприимчивости, да, не путать с предпринимательством, да, то есть речь идет о том, что человек должен быть предприимчивым и инициативным вне зависимости от того, он свой бизнес делает или где-то на рабочем месте, вот на должности какой-то работы. Вот, и я как раз работала для Европейского фонда образования, делала черновик, ну, вернее так, перечень рекомендаций по переходу учебных заведений Беларуси, то есть, ну, как национальный такой был проект, на модель предприимчивого учебного заведения, и вот как раз это и рамка толкнулась. Значит, там тоже вот есть в итоге какие-то пересечения, потому что там тоже есть предприимчивый, это значит, что человек должен заниматься саморазвитием, самообразованием, вот это с этим пересечением. Еще важный момент, смотрите, знание – это не проповедение, и вот не должно быть в компетенции ничего такого, что есть там базовые знания, да, все, значит, не базовые знания, да, что применяет человек, мы можем сказать о том, что человек компетентен, да, в каких-то научно-технических вопросах, ну, базово, базово компетентен, да, достаточно для того, чтобы, потому что мы там видим, что он там грамотно телефоном пользуется, он там умеет пользоваться лифтом и почтой, я там не знаю еще что-то, да, правая безопасность у него в нормальном состоянии и так далее, много каких-то еще моментов. Мне очень не нравится, я знаю, что в России, в Афгусах, это буквально именно так и сформулировано, но мне совершенно не нравится формулировка способность, да, в компетенции через способность что-то делать. Вот поймите, что способность что-то делать и то, что человек реально так и делает, это две большие разницы. Я очень много на что способна, правда, да, я способна, например, сейчас матом выругаться прямо в эфире, но я этого не делаю, это не свойственное мне поведение, и чтобы я это сделала, ну, я уж не знаю, как сейчас надо, вот сколько нас тут, 62 человека, чтобы 62 человека так прям постарались, да, методично меня тут доводили, чтобы я, наконец, там выматерилась, да, то есть, хотя я способна. У меня были случаи, я точно знаю, что было два случая в моей жизни, когда я уже не разбирала, где я, кто я, и кто вокруг сидит, да, и выругалась некрасиво. Потом очень не пожалела. То есть способность что-то делать не всегда говорит о том, что человек это проявляет в деятельности, то, на что он способен. Даже есть люди, у меня есть знакомые, которые специально не показывают, что они на что-то способны, чтобы их не подгружали какой-то работой, которые они не хотят занимать. Они говорят, да, я вполне способна это делать, но я это делать не люблю. Если они поймут, что я это делать умею, они меня этим нагрузят. Я не хочу. Вот. И еще очень важно обращайте на формулировки. Вот в последнем пункте есть такое осознание и понимание. Коллеги, это тоже не про поведение. Понимание чего-то – это состояние человека, но не поведение, да, то есть я могу описать, что человек там понимает, да, что такое там, чем, не знаю, графический способ описания процесса отличается от текстового способа, да. И он, может быть, если я ему дам текстовый, поймет, как из него сделать графический. Он, наверное, понимает. Он, наверное, понимает, что когда я говорю дважды пять, это значит, что я два раза беру пятерку, да, наверное, понимает. Но это не компетенция, это не про поведение, это про состояние. Компетенция – более общая вещь. То есть когда человек что-то знает и что-то понимает, и что-то умеет, то это выражается в его поведении. То есть через поведение мы можем делать какие-то выводы о том, что он знает, что он понимает. Но, тем не менее, Европа сейчас, по-моему, есть еще рамка для иностранных языков, вот тоже они очень подробно ее расписали. И еще какая-то, по-моему, вот они на цифровые технологии тоже замахивались, то ли уже описали, то ли она в работе. Сейчас вот не помню. Женя не успела найти эту информацию до вебинара. Но если кому-то интересно, можете погуглить. Значит, и вот эту рамку они составляли в целях обучения в течение всей жизни. То есть это не в применении в школе или еще где-то там. Та же рамка для предприимчивости. Я смогла познакомиться с опытом Белоруссии, Украины и Молдовы, как они это применяют на разных уровнях образования и в школе, и в университетах, в колледжах, там, в каких-то дополнительном образовании, да, и так далее. То есть когда есть рамка, есть поведение, описаны индикаторы, то тогда мы понимаем, как на это поведение выводить наших студентов, учеников и так далее. Значит, еще в одном докладе в 2016 году в Довости прозвучали топ-10 навыков 2020. Да, вот 2020 уже пришло, то есть к этому году как раз должен быть сформирован в идеале у каждого эффективного статкутника вот этот пул, вот эта модель, значит, навыков. Потом по ссылочке, когда скачаете презентацию, сможете пройти, кто читает в английский, там такой документ фундаментальный на эту тему с обоснованиями, там, с цифрами, с табличками. Значит, как видите, тоже здесь достаточно универсальные вещи, которые, вне зависимости от деятельности, которой бы мы с вами занимались, очень неплохо бы, чтобы люди могли этим компетенцией проявлять. Наверное, только под управлением людьми стоит задуматься, потому что, ну, не все будут управлять людьми, не всем это нужно, и, ну, не для, как сказать, не каждому вообще нужно в эту сторону стремиться, потому что, да. Да, значит, докладов этих очень много, сейчас все стараются какие-то стандарты делать, в России в ГОСы, у нас в Беларуси тоже что-то там пытаются какие-то профстандарты разрабатывать. Значит, у всех этих моментов на самом деле есть одно узкое место. Вот, вне зависимости от того, какую бы вы модель компетенции, какую бы вы рамку не нашли, там, европейскую, американскую, мы находили в то время для айтишников, нам надо было, мы нашли и российскую, там, сообщество одно формировало и прямо утверждало на государственном уровне профили компетенции разных специалистов айтишников. И нашла у меня коллега австралийские какие-то модели компетенции. Мы находили модели компетенции корпоративные, например, микрософтовские, да, прям целый свод, там, огромный такой фундаментальный труд про то, вот, что и как. У них у всех есть узкое место. На самом деле они актуальны, но на протяжении года-двух. Потом надо пересматривать, и в идеале они все должны собираться в рамках каких-то конкретных исследований, очень деятельных, когда исследуется деятельность, да. И она исследуется в двух ракурсах. Есть исследование, там, серия интервью проводится с руководителями, которые, ну, скажем так, немножко над ситуацией, да, не в рамках там каких-то узких задач, а они там хорошо вот в рынке, да, в отрасли, они это чувствуют, это надо понимать, да. Вот они видят, просто спросите у них, кого они должны, будут и хотят видеть там через год, да, в своих бизнесах, да, или там в своих организациях, на тех или иных позициях, или в тех или иных министерствах, да, и так далее. И вот у этих людей надо спрашивать, потому что они немножко более системно видят ситуацию, не снизу, да, а вот как бы сверху. Вот. И потом уже идти в поля, уже собирать там. Ну, представьте, какая-то колоссальная работа. Одно дело, когда мы это делаем в рамках какой-то организации, да, вот вы там решите в своем университете разработать модель компетенции преподавателя, который вот нужен вашему конкретному университету, да, или там вашей школе, или еще что-то. Это одно дело. У вас вот сколько-то там человек, да, не знаю, там тысяча человек, да, и так далее, и вы провели исследование своих, закрытое достаточно быстро, у вас ко всем есть доступ, никому не нужно встречаться, административный ресурс, все дела. А теперь представьте, когда нужно для отрасли это сделать. То есть это нужно пройти по куче организаций, во все в них нужно получить добро, чтобы вас туда вообще впустили, со всеми ними поработать, потом огромный массив информации обработать, на это все уходит, кстати, можно на продукт, вот один из таких продуктов, что мы с Абом занимаем в секторе, то это все, ну, то есть на эту работу такой может уйти полгода. Вот вы полгода собирали какую-то модель, через полгода она уже может быть очень актуальной, да, то есть и надо ее пересматривать. Поэтому тут тоже надо к этому правильно ко всему относиться. Вот, ну и про 4К давайте теперь пару слов. Значит, 4К – это российская адаптация, чуть позже, дам, Константин, когда вот из этих вот 10, которые были на предыдущем слайде, да, вот топ 10, 20, 20, были 4 компетенции, и сейчас как раз, я знаю, что в разных университетах, где-то в школах, где-то в колледжах, ну, по крайней мере, по конференциям уже вижу, даже в кулуарах, так или иначе, но там и на каких-то вебинарах мелькает эта модель, то есть люди занимаются сейчас этой темой, и вы видите, что здесь приведены 4, всего 4 компетенции, креативность, коммуникация, ну, координация или командная работа, то есть там есть координация, коллаборация, это тоже нюансы перевода, вот, и критическое мышление. Значит, я, поверьте, много чего, то есть у меня преподавательского опыта, чтобы вы понимали, больше 20 лет, да, и я уже, и более того, это не на какой-то одной дисциплине, да, а у меня много разных было дисциплин, то есть я преподавала компьютерную графику, у меня есть опыт работы с детьми, тренером по шахматам, я сейчас вот преподаю один из моих основных на текущий момент курсов, это бизнес-анализ для IT, то есть бизнесовые вещи, там экономика уже, да, там более мягкие и менее технологичные какие-то вещи, и так далее, то есть много разных вариантов, разного, разной продолжительности курсов и так далее, я много чего перепробовала, и из всего, что касается, вот когда речь заходила именно о том, что мне надо не просто какие-то знания, да, там научить кнопки какие-то нажимать там в векторном редакторе, да, или там в 3D Max'е каком-нибудь, да, или там научить людей там различать типа требования к программному обеспечению или еще что-то, или там научить там фигуры двигаться на доске и так далее, то когда речь шла о том, что мне еще нужно человеку, то есть мы же преподавателем, и кроме обучения еще и воспитанием занимаемся, это важная функция воспитания, это как раз и есть про компетенцию, формируем эффективное поведение, которое позволит человеку достигать результата. Вот, и когда заходила речь, что бы я ни пробовала, все равно все сводилось к тому, что это лучше всего делать через проектное обучение, потому что проектное обучение это живая деятельность, в которой мы действительно можем наблюдать за нашими обучаемыми и делать какие-то выводы. Мы видим то самое наблюдаемое поведение, хотя, конечно, если знать, зачем наблюдать, если знать, за какими индикаторами смотреть, то можно это делать и просто на уроках, не без проектов, да, то есть если вы достаточно готовы к тому, чтобы на своих уроках позволить создать такую атмосферу, которая позволяет проявлять креативность, коммуникацию, координацию и так далее. В проектах как можно это использовать, да, значит, почему я утверждаю, что лучше всего это там происходит, да, хотя, значит, смотрите, во-первых, проект, ну, хотя сейчас, общаясь с коллегами, я слышу часто, что делаются какие-то проекты там за один урок, ну, за один урок не делается проект, то есть то, что делается за один урок, это не проект. Проект – это достаточно долгосрочная история, которая позволяет понять, вот именно благодаря тому, что она идет несколько месяцев, вы поймите, что за несколько месяцев человек проходит очень много разных стадий, вот сначала ему интересно, потом он немножко угасает, потом у него могут начаться какие-то конфликты, непонятные, потому что сначала вроде всем в драйв, а потом что-то там, и все так просто оказывается, потом поясняется, что, черт возьми, надо там каждый день что-то такое делать, я не думал, что это так долго, и прочее, прочее. И вот в этих ситуациях вы действительно, когда вы наблюдаете за человеком достаточно долго, а не одно занятие, вы можете что-то говорить, да, и можете говорить, что вы оценивали его в проектной деятельности, а не там разово на каком-то занятии, когда он был в настроении, в духе, или наоборот, не в настроении, не в духе. Значит, соответственно, креативность – это все, что позволяет выйти за рамки, выйти за правила, придумать, найти какое-то решение. Как у нас обычно в обучении строятся, что все решения у нас заранее известны, и есть правильные решения, есть неправильные решения, и мы проверяем, правильно решаешь или неправильно решаешь. Креативность этого не подразумевает. Креативность подразумевает такие задания, в которых решений правильных быть не может. Они все априори правильные, да, просто по-разному там подходят под целые критерии, да, то есть, и критерии-то могут быть самые безумные. Например, на одном мероприятии, я организовывала одно время школу электронного обучения, у меня, может, какой-то знакомый из вас, есть такой замечательный друг и коллега Максим Скрябин, он у нас на одной из таких школ проводил замечательный мастер-класс, мы делали антикурсы. Как бы только знали, как мы там оторвались, то есть нужно было, такое задание было интересное, что нужно было сделать самый ужасный курс, который только может идти в голову, а потом презентовать его так, что это не самый ужасный, а вообще самый офигенный курс, лучше этого курса ничего не существует. Мы прекрасно с этим справились, и там креатив пер, я не знаю, времени не хватило, сколько мы всего придумали. Я потом даже по результатам вот этого мастер-класса целую статью писала с примерами, и там получила статья вредных советов, что не надо делать для того, чтобы не получить плохих курсов. Коммуникация, да, это априори, это значит, мы не сидим тихонечко, мы общаемся, мы общаемся по-разному. Коммуникация бывает устная, бывает письменная, коммуникация бывает синхронная, бывает асинхронная. Если мы говорим о том, что мы развиваем коммуникативные навыки, мы должны дать возможность переписываться, мы должны дать возможность общаться друг с другом, должны научить, как это делать, корректно, этично, да, если кто-то хочет там задать вопрос и объяснение или еще что-то, да, и так далее. Тут какие-то правила. И причем в каждой группе, в каждой команде эти правила будут свои, потому что исходя из особенностей поведения и характера тех людей, которые там находятся. Есть координация, да, командная работа. Это то, что касается, когда командный интерес выше твоего, да, выше твоего собственного. И нельзя ни в коем случае ждать, что вот люди как-то эту ценность априори понимают и разделяют, да, неважно, дети они или взрослые, да, есть люди, которые не понимают, они не любят работать в команде, они любят в одиночку, они не понимают, почему они должны от чего-то своего там отказаться, ну, если так лучше, да, и прочее. Вот это тоже в проектах организовать проще, потому что проект, ну, есть понятие индивидуального проекта, но даже там можно организовать, когда несколько людей, каждый делает свой индивидуальный проект, но у них есть еще какая-то общая деятельность, в которой они должны уже выступать как команда в действительности интересов друг друга. Вот. Ну, а критическое мышление – это вообще мое самое любимое, потому что с критическим мышлением в нашей системе образования пока все очень плохо. Оно подразумевает, что учитель, там, преподаватель, он как один из источников информации, да, один из, он уже давно один из, это уже не та ситуация, когда был только учитель, который знает как, да, и книжках, которые написаны как. Все, это время уже далеко ушло, и, видимо, уже никогда не вернется. Так вот, учитель должен вставить в позицию источника, который тоже может быть достоверным, а может быть недостоверным. И слова учителя могут, но должны подвергаться тоже осмыслению, да, мы должны, когда ученик, у меня сейчас многие коллеги переживают, да, ученик говорит, вот он все, и сразу лезет на YouTube перепроверять, что я сказал. Господи, да радуйтесь. Это критическое мышление развито, да, оно проявляется у вас вот прямо на глазах, да, возьмите, обратите это на пользу. Сделайте так, чтобы зафиксировать этот результат, да, и как раз других тоже этому научить. Потому что это важно. Ну, если мы говорим о том, что мы хотим думать о будущем, да, и формировать компетенции, которые помогут выжить в том будущем, про который мы, на самом деле, пока еще ничего не знаем, можем только что-то предполагать. Тем не менее, можно не на проектах, можно и через обычные задания, прямо на уроках, прямо на занятиях, какие-то деловые игры провести, кейсы порешать, еще что-то, да, то есть какие-то активные методы обучения, либо, в принципе, просто правила проведения всех занятий выработать. Но самое главное, что нужно понимать, что для того, чтобы эти компетенции качать, задания должны быть, могут быть, имеют право быть такими, что не сразу понятно, а раз непонятно, надо спрашивать. А у кого спрашивать? А может быть, часть информации может быть у кого-то, не только у учителя. Вы что-то раздали заранее, кусочки лежат там, кусочки лежат здесь. Вот мы все стараемся сразу дать, как у меня коллеги говорят, у меня такие материалы, все, там вот все, что надо. Я тут сидел, столько потратил времени, разобрался, все структурировал, по полочкам разложил и так далее. Все, осталось только брать и использовать. Вот коммуникация и критическое мышление очень плохо развиваются в таких условиях, потому что очень плохо, когда людям нечего у вас спросить и не о чем поспорить, и не в чему сомниться. И наоборот, неполные материалы, материалы с ошибками, материалы, которые противоречат друг другу, в одном написано, одно в другом написано, другое. Для развития компетенции могут быть более подходящими, чем... Причем, заметьте, при этом они являются очень проработанными. То есть, если вы понимаете, почему вы это сделали, если это все методически обосновано, то они считаем, что очень хорошо подготовлены. Да, при том, что выглядеть могут как бардак. Очень важный момент про поводу командной работы. Значит, многие коллеги не чувствуют разницы между группой и командой. Вот если вы там на два занятия, на три занятия провели что-то, поделив их в группы, и они там в группах что-то делали, то это еще не команда. Это не говорит о том, что они стали командой. Команда – это нечто большее. Команда – это когда действительно как один кулак мы действительно можем пожертвовать чем-то своим, родным, хорошим. Я вам приведу такой пример. У меня прямо был на практике. Значит, мы делали со студентами проект полтора месяца, шесть недель. И вот за два дня... И проект заканчивался защитой. Вот это были взрослые люди, мы их готовили на профессию, и потом в конце защита приглашались руководители и службы управления персоналами из разных компаний, у которых есть вакансии для таких людей. И, соответственно, вот они защищали свои проекты, а те сразу присматривали себе кадры и кого-то сразу предлагали выходить на работу. Вот. Ну и вот на презентацию проекта. И вот до презентации проекта осталось буквально два дня, то есть шесть недель работы. И они, получается, у нас были разбиты на четыре команды и делали все одно приложение. И, ну, разные модули. То есть автоматизировали расписание. Одни делали там модуль с отчетками, другие модуль с аудиторным фондом, третий модуль с отчетивателями, что-то модуль с отчетивателями. И понятно, что это все связанные элементы, вот они все вместе работали, значит, и, естественно, твой кусочек, да, как он сделан, это очень серьезно влияет на кусочки остальных. И вот за два дня до защиты одна девушка стучится ко мне в личку, да, уже не в командный чат, а именно мне, и говорит, «Елена, можно я вам кое-что покажу?» И она мне показывает по их модулю, который делала их команда, одну совершенно потрясающую, совершенно прекрасную, совершенно идеальную идею, как надо было бы сделать по-другому. Да, то есть вот они уже что-то сделали, и тут вдруг, вот когда она там уже все, уже вырезался этот продукт целиком, человеку вдруг пришло озарение, что вообще можно было все это сделать проще, элегантнее, эффективнее, быстрее, если сделать вот так. Элена говорит, я не стала сейчас дергать ребят, потому что они и так волнуются, они готовятся, у нас же там материалы, мы готовим презентацию уже, там сидят, работают, а если я сейчас это предложу, то они расстроятся, потому что это либо надо все переделать, но тогда надо еще одной команде все переделать, либо, ну, они огорчатся, что они сделали неэффективно и не смогут уверенно это защитить, то, что они сделали. Но мне, говорит, хотя бы самой понять, вы мне можете сказать, это действительно что-то толковое я придумала, или это моя фантазия. То есть это вот пример, когда человек интересы команды поставил, то есть она могла бы, я ей сказала, что это гениальная совершенно идея, и очень жаль, конечно, что она не пришла с самого начала, и я ее, конечно, похвалила, и в том числе за то, что человек понял, что вот есть люди, она с этими людьми полтора месяца варилась в одной каше, они очень много пережили вместе, вот команда – это люди, которые что-то пережили вместе, не только хорошие, когда все получается, какие-то конфликты, какую-то жизнь прожили, вот что такое команда. За два дня вы не построите команду, команда иногда месяц, может, там год, полгода строиться, понимаете, это большой кусок. Когда мы говорим про командную работу, то все становятся выигрыши, у кого курс длиннее, да, кто может себе позволить действительно сформировать какие-то команды и в рамках этих команд прожить какую-то жизнь, наполненную событиями, взлетами и падениями, события должны быть очень разные, там должны быть, ну, они сформируются, но все мы знаем, да, что обязательно будет какой-то конфликт, кто-то перестанет кого-то понимать, кто-то захочет из этой команды уйти. Это нормально, это помогает формировать команду и командную работу, просто надо правильно этим управлять. И, коллеги, осталось у меня немного времени, значит, пару слов о курсе, который мы с Павлом решили. Значит, у меня этот курс, на самом деле, зрел последние два года, поскольку сейчас вот я занимаюсь проектом «Скиллкэра», это как раз проект для играфикации учебных проектов, да, систем, платформа. И там учебные проекты организуются через задания. И у меня стал вопрос именно о том, вот, как оказалось, не все коллеги умеют сделать действительно интересные проектные задания, даже не понимают, что у проектных заданий есть свои нюансы, то есть это не могут быть задания с правильным ответом, да, где надо ответить, там, сколько будет, там, дважды, два. Это не проектная задача. Проектная задача не может быть автономная, да, и так далее. Она не может иметь правильный ответ, она должна иметь множество вариантов решений и прочее, и много еще каких-то нюансов. И вот у меня стал вопрос о том, вот, зрело постоянно вот этот курс, что нужно сделать курс, на котором вот преподаватели смогли бы разнообразить свои курсы и свои учебные проекты, немножко по-другому на них посмотреть, то есть через разные задания разных типов. И вот спасибо Павлу с его легкой руки, он как бы сказал, что вот есть такой интерес, такая тема вот у наших слушателей, почему бы нам курс на эту тему не сделать. И мы с ним так непринужденно общались, и вот у нас в ходе разговора родился этот курс. Значит, этот курс состоит из двух блоков. Значит, я их вот специально так разнесла немножко, эти темы, там всего 9 тем. Вот первых 7 тем – это темы про то, как проектировать разные задания. И вот этот блок я веду как раз. А второй блок – это блок, который будет вести Павел. А вот давайте я со второго начну, что там тем меньше объяснить проще. Значит, вот основой тестологии, там будет такой более методический вариант, то есть там Павел очень так структулезно, понятно и структурировано рассказывает о том, как правильно составлять хорошие тестовые задания, тестовые вопросы. Вторая часть, она такая более техническая, то есть там вы уже посмотрите инструменты, которые есть, которые позволяют это сделать быстро, с какими-то нюансами, особенностями, есть там синхронно, не синхронно, да, и так далее. То есть такой, и как, да, и с помощью чего это можно организовать, и как это делать правильно. Значит, что касается моего блока, здесь будут, вот каждая тема – это какой-то тип заданий. Я вам могу сразу сказать, что вот 20 с лишним лет моей работы и 20 с лишним лет моих экспериментов с разными заданиями, потому что у меня все курсы были всегда очень практичны, таких лекционных курсов я никогда не вела. То есть мне всегда нужно было, чтобы люди гарантированно научились делать, ну, что-то конкретное, да, заниматься какой-то конкретной деятельностью. Вот, и, Константин, вы ошибаетесь про тесты, но я не буду вас в этом разубеждать, потому что для этого есть Павел и есть наш курс. Значит, тест – это тот же инструмент, один из, и не умеете им пользоваться неправильно, да, если мы о чем-то с вами, о каких-то педагогических вопросах говорим. Значит, вот некоторые виды этих заданий, которые вы здесь видите, да, там, задания ошибки, задания переписки и прочее-прочее. Это типы заданий, которые, вот, я когда опыт свой, да, у меня еще есть опыт управления курсами, учебными центрами и так далее, что я еще коллег собирала, преподавателей, и вместе с ними помогала им проектировать, там, методическую поддержку сделала и так далее. Вот здесь как бы сосредоточен опыт моей преподавательской практики и опыт коллег, с которыми я работала, вот я его постаралась структурировать, да, все, что, вот, интересные какие-то приемы, и мы это постараемся как раз все показывать в применении, а как это можно для тех же 4К. Хотя 4К – это тоже узкая модель, да, мне там не хватает компетенций, связанных с аналитическим мышлением, да, с системным мышлением, там не хватает компетенций, связанных с планированием, да, не хватает компетенций, связанных с, ну, там, с какими-то еще коммуникационными навыками, с навыками принятия решений, да, здесь этого ничего нет. Но, тем не менее, вот 4К – это модель, которую сейчас много где пытаются внедрять, мы ее просто берем за основу, но по большому счету то, что мы посмотрим на этой модели, можно будет и, ну, адаптировать потом по аналогии, масштабировать вот эти приемы и техники и на прокачку других моделей. Если встанет вопрос, да, у вас такой, что вот вы хотите на своих курсах вот еще там зацепить что-то не в 3К, то, безусловно, это будет. И самое важное, что я хочу сказать, вот для тех, кому, возможно, этот курс интересен, и кто захотел бы учиться, вот этот курс будет очень-очень практический. То есть там, ну, бесполезно рассказывать, какие должны быть задания, как их правильно делать. Безусловно, я буду этим заниматься, но даже вебинары проектируются так, что мы прямо на вебинарах будем уже потихонечку проектировать какие-то задания. И будут, соответственно, домашние задания тоже, где вам придется проектировать для своих курсов. Ну, и если у вас сейчас нет своих курсов, да, возможно, вы еще там не решили какой-то курс, только собираетесь, только подумываете, то можно и про такой поговорить. То есть вы можете разнообразить какой-то имеющийся курс, вы можете начать проектировать курсы, которые вы давно собирались проектировать. А если у вас вообще нет никаких идей, на каком курсе попробовать, я вам могу предложить курсов каких угодно. Прямо вот вместе с вами сядем, все это разработаем и так далее. Вот, значит, Константин, вы не то что позитивные, но с критическим мышлением у вас все хорошо. Я могу сразу диагностировать по нашему сегодняшнему общению, что на слово вы ничему верить не собираетесь. Это вот очень хороший индикатор критического мышления. То есть вы во всем хотите убить. Вот. Сомнений нет. Да, с саморазвитием только могут быть проблемы. Когда человек не сомневается, что он лучший. Вот, значит, поэтому курс, структурируется опыт практически, мы с Пашей уже не первый курс вместе ведем, просто раньше мы это делали в закрытых корпоративных вариантах. Вот, а это вот будет как раз возможность открытого, и мне очень нравится с Пашей работать, и у нас, мне кажется, это такой хороший симбиоз получается, мы хорошо друг друга понимаем и чувствуем. Вот, поэтому приходите. Если будут какие-то вопросы к Константину, я не сомневаюсь. Я вам с точки зрения оценки компетенции говорю. Есть такая компетенция, которая называется саморазвитие, и там есть один очень важный индикатор, умеет определить свои слабые и сильные стороны. Если вы умеете определить только сильные стороны, у вас с этим индикатором проблема. Я потому говорю, что может быть проблема с компетенцией саморазвития. Но у нее там еще много других индикаторов, возможно, с ними у вас проблем нет, и эта компетенция тоже сильно развита. Поэтому я не диагностирую, я предполагаю, что могут быть сложности. Вот. Курю табак – это не отнесение к профессиональной деятельности, я так надеюсь. Это не слабая сторона. Не, я просто, видите, коллеги, я пытаюсь сразу вам показывать, что такое компетентное. Да, вот хороший вопрос задала Ирина. Очень правильный вопрос, потому что мне недавно как раз прилетел вопрос. Вот у меня курс гуманитарный, совершенный, зачем мне задание расчет? Коллеги, как человек, который по образованию является учителем математики и информатики, я вам могу сказать, что вы мне сейчас, я могу поспорить, вы не назовете мне сейчас дисциплину, по которой я не могу придумать задание расчета. Для того, чтобы ваше дисциплине люди обучились и прокачали еще необходимые компетенции. То есть я их придумываю просто сходу. Но одно дело, я их придумываю сходу, а вот задача моего курса – сделать так, чтобы вы их придумывали сходу. Так, я еще, значит, обещала расшарить презентацию. Давайте я вам ее расшарю. Сейчас у нас уже должна появиться в ресурсах, можно ее скачивать, там и ссылки есть. Значит, есть, коллеги, смотрите, вот еще мои контакты, можно мне по любому из этих пунктов написать. В фейсбуке я постоянно есть, по почте. Это не новое понятие, это просто уже такой сленг. Я бы не сказала, что это понятие. Понятие, мы оперируем понятие развития, и когда я училась в университете, оно было и задолго до того, как я это делала. Вот, а это просто уже разговорное такое слово, когда, ну, потому что это, действительно, вот я говорю, что компетенция, она как вышла, или вы ее... Опять-таки, смотрите, мы говорим об оценке компетенции, мы говорим о том, что некое поведение устойчиво проявляется. А что значит устойчиво? Это значит, что я его вижу многократно. Не раз и не два я заметила, что Иванов сначала спланировал свою работу, а потом начал работать. То есть я это вижу много раз, я это вижу месяц он так делает, два месяца он так делает, три месяца он так делает, что бы я ни попросила, Иванов так делает. Тогда я могу говорить, да, Иванов предпочитает составить четкий план своей работы, и потом только к ней приступать. Поэтому говорится, что прокачка. То есть вам нужно многократно вывести человека на то, что он многократно будет делать устойчиво одну и ту же вещь, вести себя в определенном области. А это вот, да, это уже прокачка. Так, коллеги, еще какие вопросы у вас есть? Давайте, задавайте, я пока никуда не тороплюсь. Это вообще, это вот высший пилотаж, я считаю. Спасибо большое, Елена. Так, вкладки вопросов. Сейчас мы найдем вкладку. О, да, вкладка вопросов. Что вы понимаете по слоенными заданиями? Значит, Маргарита, вопрос очень замечательный. Что я подразумеваю? Это задания, которые состоят из нескольких слоев. Причем у нас будут задания, которые, если вы по описанию программы посмотрели, вот я их называю задания тортики, да, когда есть несколько уровней, да, и вот как упаковать контент, да, то есть то, что вы хотите, чтобы человек сделал, вот в такие слои, когда есть сначала нижние, потом только на нижний можно вкладывать второй, на второй, третий, на третий, четвертый, да, вот такая структура. Есть другая тема, есть задания такие концентрические, когда вот как лучок, да, то есть есть слой, и потом еще слой, и потом еще слой, и там другая немножко ситуация происходит. Вот, вот задания слоеные, это, скажем так, такие системы заданий, когда я первые такие задания случайно, и вообще слово слоеные, это вот мой термин, я вот субстанствую, как это правильно назвать, вот придумала. Я случайно разработала, когда на пятом курсе училась в педуниверситете, у нас был кредит методика преподавания информатики, и нам нужно было придумать серию задач по теме работы со стоками. И вот я случайно придумала комплекс задач, который как раз получился вот таким слоеным, он получился как лучок, когда мы сначала одно, потом вот сверху еще, сверху еще, и вроде бы как мы делаем все одно и то же, да, но слой за слоем, слой за слоем потихонечку, потихонечку, потихонечку. И как раз вот как одну большую сложную задачу декомпозировать вот в такие слоеные варианты, это как раз мы с этим попробуем поработать. Так, еще вопросы. Константин, какой учебный продукт вас интересует? У меня такое количество учебных продуктов, что я никак не могу понять, что вы хотите, чтобы я вам показала. Ссылку на какой-то мой курс или на что? Тестами я сейчас не занимаюсь, потому что все задания, которые я сейчас на своих курсах делаю, все с открытыми. То есть это задания, которые тестами не проверяются. То есть если я даю задание нарисовать иллюстрацию по заданным критериям, то тестами я ее проверить не могу. Так, данный вопрос является образовательной проблемой школы. Например, развитие коммуникации. Как представить конструктивную институту проблему? Образовательной проблемой школы. Елизавета, если правильно поняла, что вы сейчас у меня, то есть что вы хотите спросить, я сейчас не могу, мне сложно сейчас говорить про школы, потому что в школах я какой пяткой стою? Я стою, у меня сын 11-классник, младший, он сейчас закончит школу, и я говорю, что я буду хотеть как можно меньше про это знать. Но я не могу про это меньше знать, потому что я все равно общаюсь с учителями, меня часто приглашают на разные мероприятия, я в том числе на волонтерских началах что-то провожу для учителей наших белорусских активных и так далее. Я понимаю, что да, с этим есть проблема, если говорить про школу целиком. Проблем нет у отдельных преподавателей, у отдельных учителей, например, у учительницы начальных классов, которая была у обоих моих детей, то есть мы специально дожидались, пока выйдет старший, чтобы туда же отвезти младшего, потому что мы просто видели, как она фантастически работает, вот у нее такой проблемы не было. У нее, она им позволяла думать нестандартно, она им позволяла отвечать, казалось бы, неправильно, да, и так далее. То есть ей это ничего не мешало. И дети у нее общаться умели, и дружить умели, и когда они пришли в пятый класс, то учителя все были в восторге, какой дружный, какой думающий, какой творческий класс, с душой отдыхаем. Правда, в конце пятого класса они точно так же на наш класс приходили ругаться, что куда все делать. Я хотела спросить, ребята, так а куда все делать, вот к вам пришел сильный класс, почему вам понадобилось всего полгода для того, чтобы этот сильный класс превратить в то, на что вы постоянно ругаетесь. Но здесь уже, вы понимаете, к ним уже пришел не один учитель, а 15. И один так, другой так, кому-то это все важно, кому-то на это все наплевать, когда он пришел, уроки провел, да, и здесь, конечно, сказать, что я знаю какую-то школу, в которой все учителя там как боди качают эти компетенции, нет, я такой школы не знаю, но учителей, которые, они даже иногда не осознают, что они этим занимаются, но у них это все просто истинным образом происходит, я тоже знаю, я их знаю достаточно, десятки таких учителей, да, знаю. Вот. Какие же компетенции в школе не развиваются? Вот я говорила, что вот тоже критическое мышление, столько все о нем говорят, курсов по критическому мышлению, там, я не знаю, уже плюнуть некуда, чтобы в них не попасть. Никак люди не хотят понять, при этом преподаватель говорит, как это так, почему там, я же сказала, ну вот я же готовилась к уроку, чтобы давать ту информацию, которую нужно, да, ну, критическое мышление, оно как раз подразумевает то, что докажи, что это нужно, почему я должен это учить, да, так и не странно, в некоторых случаях учитель не готов отвечать на вопросы, да, у меня сын в свое время, учителю своей русского языка и литературы, просто поставил в тупик вопрос, почему нужно учить стихи наизусть, она не знала, что ответить, да, память развивает, у меня хорошая память, у него действительно очень хорошая память, то есть поспорить тут невозможно, и он спрашивает, так почему я должен учить, он был в пятом классе, 11 лет, и на этот вопрос учителю, который 20 лет в школе работает, ответить оказалось нечего, потому что на все привычные аргументы нашелся контраргумент, причем она сама пришла и сказала, говорит, я растерялся, я действительно не знаю, что еще сказать, вот, поэтому, но с другой стороны, вот, вот оно критическое мышление, но учитель оказался не готов, но естественно надо сказать, что она попыталась разобраться, она нашла к нему подход, она поняла, что он не будет доверять слепо всему, что она говорит, и она нашла, как с ним работать, так что и ей стало интересно с ним работать, и ему стало интересно с ним работать, и у него по этому предмету появились девятки и десятки, которые до этого никак не хотели появляться, то есть вот здесь тоже надо понимать, что есть планирование, слушайте, как планирование у детей развивается, никак оно не развивается, почему-то подразумевается, что ребенок должен сам понимать, что ему нужно время на уроки, на то, на это и так далее, но во время урока учитель хоть когда-нибудь дает возможность, смотри, вот тебе это, да, спланируй, ну, на контрольных только, наверное, у меня какой-то, вот я свою школу вспоминаю, как я училась, там, так, вот у меня 5 задач, 40 минут на них, да, и я тогда могла что-то знать, так, сначала я решаю вот это что-то, я не понимаю, как ее решать, а с этими понятно, то есть, вот на ту, пока давай не будут разить время, так я сначала начинала там с того, что это вот, и потом уже на черновичке отдельно садилась, мурыжиться с задачей, потому что-то я не сразу не могу с ней делать, да, вот оно, пожалуйста, презентация в ресурсах, Татьяна, там ссылочка сейчас должна быть, на статье, вот, соответственно, нигде, никак мы не предоставляем нашим ученикам необходимости, ну, в школе, по крайней мере, это так, я так вижу, да, я действительно с учителями говорю, они действительно говорят, а когда мне, у меня урок маленький, мне надо успеть, тебе надо успеть, ну, и ведь, может, тоже нужно научиться успевать, и вот все, и мы привыкаем к тому, что за нас все спланировали, а потом ко мне приходят люди, которым я должна, ну, я должна организовать так обучение, чтобы они планировали сами, и я им даю, вот вам, там, 10 заданий на неделю, вот у вас 4 человека, решите, кто что делает, они в абсолютной панике, взрослые люди, там, по 20 лет, где-то на каких-то позициях работающие, с высшими образованиями, они не умеют, они не понимают, а как это я буду решать, а как это я буду там трудозатраты оценивать, а как это я решу, сколько, что я успею это сделать за неделю, да, как мне план составить, а какая, как со сложными, с простыми, с чего начать, они не знают, они ничего этого делать не умеют, и они мне говорят, Лена, ты нам скажи, что нам сделать, к какому дню, то есть, Лена, ты нам все распланируй, вот, а я, так, нет, и нет, коллеги, а вот никто не видит презентацию в ресурсах, потому что я реально вот вижу общедоступные ресурсы, у меня там ссылочка есть, давайте так, коллеги, кто не смог скачать, да, кто, у кого там не видна эта ссылочка, или еще что-то, вот есть мой электронный адрес, напишите, пожалуйста, я вам уже лично, ну, вышла, ну, у кого ссылка, вот, у меня отображается, вот, то есть, как там был правильный, такой, комментарий на эту тему, отсутствие индивидуального подхода, ну, про индивидуальный подход, это вообще притча во языцах, это притча во языцах, и главный аргумент против этого, который я всегда слышу, это, у меня нет на это времени, у меня 150 детей в параллели, у меня нет на это времени, я не могу возиться с каждым, спрашиваешь, а вам реально, вот, у вас проблемы с каждым возникают, если у вас проблемы возникают с каждым, то либо вам надо детей взять поменьше, либо вообще с профессию уходить, но если возникают с тремя, с четырьмя, то на них время найти можно, но нет, даже вот на троих-четверых из 150, время находить не хочется. Так, ссылка на презентацию в разделе ресурсы, коллеги. Так, еще есть вопросы, коллеги, какие-нибудь? Скачали, спасибо. Да, значит, в папке. Так, коллеги, если вопросов нет, тогда спасибо вам всем за внимание, я жду ваших вопросов, переварить эту всю информацию, пишите, скайп, вайбер, почта, фейсбук, это то, где я, как правило, нахожусь. Да, отлично, Надежда. И приходите к нам с Павлом на курс, если вы готовы действительно серьезно поработать, там много заданий придется поделать по каждой теме. Вот, приходите, и с удовольствием, ну, вот я сразу предупреждаю, что вот в таком виде это все просто вот, наконец, выкорестилось, ой, все, уже заговариваюсь, ну, вы поняли. Вот, и я, конечно, еще в таком виде его не проводила, но я более чем уверена, что должно получиться очень-очень, ну, то есть фокус на практику будет, много будет практики. Вот, и у кого уже есть курс, с которым готовка работать, так вот, все, при их приходите, мы будем очень рады, и будем очень с вами много практиковаться, насыщать вас интересными заданиями, вашу работу, так, чтобы и вам было интересно в кайф с этими заданиями работать, и вашим обучаемым. Все, спасибо тогда всем за внимание, я, наверное, тогда отключаюсь, раз вопросов больше нет. Вот, на связи коллеги. Павел, спасибо. Елена, спасибо большое. Я хотел бы пару слов добавить о своей части курса. Это большая часть курса, которая будет посвящена тестам. Про тесты есть взаимопротивоположные мнения в образовательной среде, от резко отрицательной до, скажем так, резко положительной, связанной с тем, что они экономят много времени. Я не хотел бы сейчас здесь прямо свою точку зрения высказывать, я просто хочу сказать, что тесты часто это то, что с преподавателей в УЗИ и в школе спрашивают. И преподаватели, плюясь громко, начинают эти тесты делать, и при этом выдают вместо тестов не пойми чего. Чтобы как-то эту процедуру все-таки ввести в какое-то русло и понять, как же делать тесты, которые отвечают хотя бы каким-то минимальным требованиям, вот одна из моих тем будет посвящена этому. Ничего там такого сложного нет, но вы знаете, как показывает практика, в том числе и моя, в том числе и практика, например, проверки контента, учебного контента крупных компаний. Мало кто из преподавателей, даже профессиональных, представляет себе, что такое качество теста. К сожалению, 9 десятых тестов составлены из рук вон плохо. Моя точка зрения? Моя точка зрения частная. Скажем так, я не люблю тесты для своих предметов, но мои предметы чисто практические. Я люблю создавать задания по своим предметам. Но если бы я работал в другой области, например, я бы работал не с группами 30, 50, 60 человек, а с группами 100, 150, 200, 300, то я бы точно совершенно обратился к тестам, потому что тесты позволяют сэкономить много времени в той части, где они контролируют знаниевую компоненту. Вот, разумеется, проконтролировать знаниевую компоненту это не единственное, что нам надо, но это надо. И если есть большая группа учащихся, то для нее вполне экономически обоснованно создавать именно тест. Но надо понимать, что создание теста это дело экономически достаточно затратное, потому что сделать маленький тест это мало кому надо, а сделать большой хороший тест хотя бы вопросов на 200, это уже достаточно затратно. Поэтому прежде чем сделать тест по своей воле, а не когда вам требуют, когда вам это оплачивают, надо сильно подумать, окупите ли вы свои затраты или нет. И вообще, надо ли вам измерять знаниевую компоненту вашего курса, или вы хотите измерить не знаниевую, а какую-то другую компоненту. банк тестовых заданий и тест, это, конечно, не совершенно одинаковые понятия. Мы в основном будем говорить, конечно, о тестовых вопросах. Ну и о тесте целиком тоже немножко... Ну, это что имеется в виду под самим тестом? Я под самим тестом понимаю не то задание из N вопросов, которые формируются для студента, а именно совокупность всех заданий. Ну, это не тест, это не тест, это вариант, это вариант теста. Ну, впрочем, не так важно, как мы это будем называть. Разумеется, есть банк тестовых заданий и есть тест как таковой, который, вариант теста, который проходит конкретный человек. Вот об этом тоже немножко поговорим. Но трудности возникают в основном... Нет, не в основном, у преподавателей трудности возникают в основном при формировании банка, тестовых заданий. А вот у тех, кто компонует тест уже в конечный продукт, возникают трудности с компоновкой самого теста, с установкой должного уровня точек отсечения и прочее, прочее. Вот обо всем этом мы кратко, но поговорим. И это такое вот та краткость, которая нужна преподавателю, я считаю, что не более того, чтобы не упираться в проблему тестологии, но тем не менее знать то минимальное, что необходимо. Ну и на второй моей теме немножко поговорим о тестовых движках, популярных, о движках бесплатных и облачных для тестирования и для опросов. и постараемся сделать что-нибудь полезное на одном из этих бесплатных сервисов. Ну вот и все. Я приглашаю вас на наш курс. Еще раз. Давайте еще раз дам ссылку, которую я для вас подготовил. Тут было несколько вопросов по поводу того, как связаться. Прямо на этой странице есть кнопочки запросить договор, либо кнопочка запросить обратный звонок. Вот по этой кнопке с вами свяжется наш менеджер Елена Сотникова. Ну или давайте я еще раз размещу информацию о том, как можно ей позвонить прямо сейчас. Вот так вот. Сейчас скопирую. Минутку. Она даже вроде бы была у нас сегодня на вебинаре, но не точно. Вот с ней можно связаться по вот этому адресу, либо прямо по этому телефону. Она вам ответит на все вопросы по курсу. Ну что ж, у меня все. Я еще раз благодарю Елену за проведение сегодняшнего вебинара. Думаю, что на курсе будет не менее интересно. Вас всех благодарю за активное участие в нашем сегодняшнем вебинаре. Сегодня было много вопросов и реплик. Желаю вам хороших предстоящих выходных. Ну а на новой неделе с новыми силами приходите в Директ Академию. Будет много интересного. Спасибо. До новых встреч в Директ Академии. Редактор субтитров Корректор А.